В эфире Ветто Вечерний Вестник. Я Антон Шибанов. Здравствуйте. Об основных событиях этого дня в Прикамье расскажем в ближайшие 20 минут. Смотрите сегодня в нашем выпуске. Принял обдуманное решение совершить массовое убийство людей. В Пермском краевом суде начался процесс над Тимуром Бекмансуровым. Свидетели будут давать показания по 4 дня в неделю. Ломбир из хариуса на фундучном молоке. И это только одно из блюд, которым хотят удивить публику. В Перми готовятся к чемпионату по кулинарному искусству. Пермский марафон 2022. Теперь уже история. В этом году на старт вышло 12 тысяч бегунов. Как прошло самое массовое спортивное мероприятие. Свидетелей будут опрашивать по будням с понедельника по четверг. В Пермском краевом суде сегодня состоялось первое заседание в процессе над Тимуром Бекмансуровым. Следствие восстановило каждую минуту и каждый шаг молодого человека в тот роковой день практически год назад. Из зала суда Екатерина Рухтина. Просто повезло. 20 сентября 2021 года студента, тогда еще третьего курса юридического факультета Пермского классического университета, спасло расписание. Занятия у Максима Беклемешева должны были начаться во второй половине дня. Когда услышал новость о стрельбе, сразу стал писать всем преподавателям и одногруппникам. К счастью, из моих близких никто не пострадал. Но все равно мы как бы университет, мы одна система. Я очень переживал за учителей в данный момент. И вся наша группа мы отписывали преподавателям. Нам повезло, что у нас пары стояли чуть попозже. Сюда я пришел, чтобы поддержать, во-первых, университет, поддержать потерпевших. Ну и мне реально, как лицу, интересна судьба вот этого лица. К счастью, мне кажется, время лечит. И время лечит и в том числе пострадавших. Спустя почти год после трагедии в Перми начали судить Тимура Бекмансурова. Бывший студент-первокурсник, совершивший вооруженное нападение на университет, обвиняется сразу по нескольким тяжким статьям Уголовного кодекса РФ. Убийство, покушение на убийство, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов и умышленное уничтожение или повреждение имущества. По версии следствия, Бекмансуров задумал устроить массовый расстрел еще в марте 2021 года. Он рассчитывал, что его действия приведут к панике, что позволит ему причинить вред как можно большему количеству людей. Принял обдуманное решение совершить в дневное время массовое убийство неопределенного большого количества людей. Получив необходимые разрешительные документы, Бекмансуров приобрел длинноствольное, гладкоствольное огнестрельное оружие, охотничье ружье, а также не менее 131 патрона к нему, снаряженных картечью. Следствием установлено, что, цитируем, подсудимый несколько раз побывал на территории университета, чтобы разведать обстановку и параллельно поступил на юридический факультет. Конец цитаты. В результате стрельбы погибли 6 человек, 23 получили огнестрельные ранения, десятки человек получили различные травмы. Свою вину в содеянном Бекмансуров признал в полном объеме. Суд будет рассматривать дело весь сентябрь, каждый день с понедельника по четверг. На данный момент в процессе объявлен перерыв. Следующее судебное заседание состоится уже завтра. 6 и 7 числа в суде будут заслушивать показания свидетелей потерпевших. Также показания даст и сам подсудимый. Екатерина Рухтина, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». В Прикаме теперь будут выпускать магистров делового администрирования в агропромышленном комплексе. Специалисты уверяют, что подобный опыт уникален для страны в целом. Нам предполагается, что обучение займет чуть больше года. Сколько слушателей в первом потоке и что регион получит в результате. Об этом в нашем сюжете. 16 тысяч рабочих мест в Пермском крае обеспечивают сельхозпредприятия. Для их руководителей в нашем регионе запустили новую образовательную программу «Агро-МБА». Аналогов России пока нет. Это отрасль нашей региональной экономики, которая имеет громадный потенциал. При этом мы понимаем, что единственная возможность сделать рывок и раздеваться – это быть максимально эффективным. В управлении очень важно посмотреть своими глазами, пощупать задать вопросы. И я надеюсь, что во время обучения на вопросы будут найдены ответы. Обучение будет длиться 14 месяцев. Курс рассчитан исключительно на профессионалов отрасли. Первый набор – 20 человек. Будет много практики. Я думаю, что после обучения удастся лучше управлять своим коллективом, добиться желаемого результата, добиться более эффективной работы топ-менеджера. «Агро-МБА» создавалась с начала этого года, когда губернатор Дмитрий Махонин поручил разработать программу поддержки управленцев агропредприятий, которая соединит отраслевую специфику и опыт лучших российских бизнес-школ. Сельское хозяйство – одно из самых важных направлений для Прикамья. И приоритетная задача правительства региона – активная поддержка сельхозпроизводителей, в том числе благодаря нацпроекту «Малое и среднее предпринимательство», инициированному президентом России Владимиром Путиным. В этом году на поддержку краевых аграриев выделено свыше 3 миллиардов рублей. Мы хотим повысить эффективность действующих предприятий через новые компетенции, через повышение квалификации руководителей, и создать резерв тех управленцев, которые впоследствии могут возглавить эти предприятия. Для Пермского края, безусловно, это, во-первых, стабильность, эффективность развития сельхозбизнеса на территории, и новый инвестиционный проект. Валентина Ткач, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Пермская индустрия гостеприимства готовится к наплыву гостей. На этой неделе в Перми откроется чемпионат по кулинарному искусству. Как ожидается, в Прикамье приедут шеф-повара из 40 регионов страны, и каждый будет претендовать на то, чтобы называться лучшим кулинаром. Чем удивят пермские мастера, выясняла Анастасия Петухова. О легенде ходят легенды. И скоро лучшие повара страны соберутся вновь на Всероссийской олимпиаде по кулинарии и сервису в Перми. Ну, конечно, в любом случае. Мы готовимся как рестораторы, то есть мы готовимся со стороны приема гостей. Мы понимаем, что приедет со всей страны много разных профессионалов в нашей сфере. Они будут ходить по ресторанам, барам, кафе. Им интересно, потому что мы должны показать себя в лучшем свете. Мы, конечно, к этому готовы, но это всегда трепетное время, когда проходит легенда. На Пермской ярмарке состоится 12 чемпионатов. Соревнования посетят профессионалы ресторанного бизнеса из 40 регионов России. Это шефы, кондитеры, пекари, пицца иола. Ну и, конечно же, зрители тоже приглашаются. Ведь нашим кулинарам тоже есть что показать и есть чем удивить. Вот, например, Максим Тупицын. Мы виделись на первой всероссийской олимпиаде. И тогда Максим всех поразил. Приготовил, внимание, пломбир из хариуса на основе фундучного молока в хрустящих стаканчиках с вяленым вальшнепом и сухими лепестками василька. Чем будете удивлять на этот раз? Мы сделаем интересное такое блюдо из весьма интересных и наших сезонных локальных продуктов. Это будет паштет из утки с тыквой в томатной глазури. Это будет щука, щука вяленая в листьях крапивы. И это будет еще одна интерпретация холодного, как было ранее. Это будет пломбир из уральской форели. Вообще все это делается для популяризации и развития индустрии гостеприимства и ресторанного мира. У Пермского края есть шансы стать кулинарной столицей России. Именно поэтому легенда и подобные события проходят при поддержке губернатора Приками Дмитрия Махонина и правительства региона. Финал третьей Всероссийской Олимпиады по кулинарному искусству и сервису «Легенда» будет проходить в Перми с 9 по 11 сентября. Анастасия Петухова, Сергей Антонович, телекомпания «Ветта». Семья из Прикамия тратит в среднем 11% от всех своих расходов в месяц на услуги ЖКХ. Пермский край занял 56 место в соответствующем рейтинге региону страны. Об этом пишет новый компаньон со ссылкой на РИА Новости. В среднем семья из Пермского края тратит на услуги ЖКХ 5131 рубль в месяц. За год этот показатель снизился на 0,1%. По итогам прошлого года меньше других на услуги ЖКХ тратятся жители Дагестана. Доля расходов на эти цели составляет здесь чуть более 5,5%. Не превышает этот показатель 8% в Ингушетии, Севастополе, Туве, Калужской, Курской и Астраханской областях. Напротив, больше других регионов на услуги ЖКХ отдают в Камчатском крае 14%, в Карелии и Магаданской области 13%. Свыше 10% своих потребительских расходов направляют на оплату услуг ЖКХ жители 53 регионов. В Пермском крае появится отдельное агентство по делам молодежи. Сейчас этот функционал в ведении регионального министерства по туризму. На краевом уровне было принято решение о создании отдельного органа исполнительной государственной власти. Заявлено о создании агентства было на форуме «Пермский период». Его посетила Валерия Ермакова. Сейчас подбираю таблеточки для разных болезней. Погрузиться в виртуальную рабочую ситуацию медика, строителя, проводника, официанта, механизатора или вожатого позволяет проект студоотрядов Прикамье «Труд в яреальность». Реализуется он при грантовой поддержке Росмолодежи. Попробовать себя в направлениях деятельности студенческих отрядов молодежь Прикамье смогла на форуме «Пермский период». Форум, в первую очередь, это площадка именно по знакомству с ней проекторами, которые есть у тех или иных общественных организаций. Это возможность найти единомышленников, каких-то новых партнеров. Всего в этом году в форуме приняли участие более 2000 человек в возрасте от 14 до 35 лет со всего Прикамье. Для участников были организованы интерактивные площадки, мастер-классы, образовательная программа от известных личностей и спич-сессии. Это центральная площадка, где ребята могут найти для себя большое количество возможностей, где они могут себя реализовать. Начиная от творчества, это с Тудвесна, КВН, до предпринимательства. Молодой человек должен увидеть для себя возможности развития себя как личности на территории Пермского края. Создание условий для самореализации молодежи и вовлечения их в жизнь края – одно из ключевых направлений развития региона. Именно поэтому краевыми властями было принято решение о создании отдельного органа исполнительной государственной власти регионального агентства по делам молодежи. Как раз таки будет орган, который будет заниматься целенаправленно исключительно вопросами и проблематиками молодежи. Но мы понимаем, что сегодняшние времена говорят о том, что нужно создавать условия для молодежи, для досуга молодежи, для работы молодежи. И все это задача будет нового агентства. Официально агентство начнет свою деятельность уже с января 2023 года. Помимо этого, в ближайшее время в регионе планируется создать несколько молодежных центров, как в Перми, так и в других крупных городах края. Валерия Ермакова, Татьяна Сарамотина, телекомпания «Ветта». Сезон благоустроительных работ в Пермском крае вышел на финишную прямую. Строители сдают обустроенные дворы, скверы. Екатерина Рухтина знает, что выполнено в Верещагинском округе. Об этом мы не только расскажем в рубрике «Новости региона». Добрый вечер. В Верещагинском округе завершаются масштабные ремонтные работы на дорогах. В городе прошла приемка сразу нескольких дорог. Здесь уложен новый асфальт, установлены водоотводные трубы, обустроены заездные карманы к автобусным остановкам. Специальная комиссия оценила качество дорожного полотна и отметила, что весомых замечаний к проведенным работам нет. Уже в предстоящее воскресенье в Чайковском состоится ежегодный скоростной забег на трамплин «Топов за хилл». Он пройдет на площадке Федерального центра подготовки по зимним видам спорта. Участникам предстоит покорить 400 метров на комплексе «Снежинка». Заявиться на соревнования могут как профессионалы, так и любители. К участию приглашаются мужчины и женщины, смешанные команды и команды пожарных. Регистрация завершится 7 сентября. На сегодняшний день заявки подали участники из 23 регионов и более чем из 80 населенных пунктов России. Организаторы соревнований отмечают, что дистанция в 400 метров кажется небольшой, но прохождение усложняется тем, что постоянный уклон трассы составляет 35 градусов. Пермский «Форестгам» пробежал 350 километров за 8 дней. Егор Желтышев решил сбегать в соседний город, чтобы побывать на плотинке в центре Екатеринбурга. Ежедневно он пробегал около 50 километров, ночевал в придорожных гостиницах. На забег он решился ради бюджетного отпуска и проверки своих сил. Мужчине 36 лет, он работает дворником, ведет свой канал в Ютубе и путешествует на дальние расстояния экстремальным способом. Преимущественно на своих ногах. Это были все новости на сегодня. Если у вас есть чем поделиться, напишите о своих новостях в мессенджеры телекомпании «Ветта». Для иллюстрации обязательно добавьте пару фотографий или видео объектов вашей новости. Мы ждем ваших новостей по этому номеру через мессенджер, вайбер или телеграм. Делитесь своими новостями со всем пермским краем. На этом у меня все. Бежали все. Пермский марафон в этом году поставил несколько рекордов, прежде всего по количеству участников. Только самую длинную дистанцию в 42 километра бежали порядка 400 человек. Екатерина Рухтина о самых ярких моментах, о моментах самого массового спортивного праздника осени. Долгожданное событие для всех профессионалов и любителей бега. Пятый пермский марафон. Около 12 тысяч участников. Шесть дистанций. Крупный призовой фонд. Олимпийские чемпионы и уникальный формат забега. Настоящий всероссийский праздник спорта. На два дня Перм стала столицей страны по легкой атлетике. В этом году пермский марафон собрал рекордное количество участников. Мероприятие прошло в два дня. В соревнованиях участвовали целыми семьями. Мне кажется, фишка города Перми сейчас становится трендом своеобразным. Потому что я в других странах мира когда бывал, я приглашал сюда к нам на пермский марафон. Пермский марафон – это лицо Перми. Именно спортивное лицо Перми. Чтобы сохранить свое спортивное лицо, многие участники к забегам готовились долго. В день марафона непосредственно перед стартами на площади перед драмтеатром для правильного настроя провели общую разминку. Всего было организовано шесть забегов. Детский на один километр в первый день и во второй взрослые на три километра, пять-десять, полумарафон 21 километр и самая длинная дистанция марафон – 42 километра. Маршруты дистанции пролегали по центральным улицам Перми – Ленина, Сибирская, Акулова и Монастырская. В этом и есть уникальность пермского марафона. Спортсмены трассу оценили. Трасса отличная. За счет подъемов затяжных и спусков можно время выровнять, нивелировать. Отлично. Отличная трасса рабочая. На пермском марафоне уже второй раз. Очень классная атмосфера. И как организатору сообщества спортсменного интересно перенять опыт, посмотреть, как все устроено. Очень классно. Рекомендую. Один из лучших марафонов России. В самую сложную дистанцию, марафон, 42 километра бежали около 400 человек. Среди мужчин лучший результат – 2 часа 16 минуты и 19 секунд – показал спортсмен Николай Волков из Санкт-Петербурга. Это его первая долгожданная победа. Меня всегда преследовала череда вторых мест. Поэтому я думаю, что сегодня будет второе. Ну и все силы вложил в сумок, когда на четвертый круг ушли уже втроем. Я видел, что ребятам уже тяжело, но я понял, что это мой шанс. Среди женщин лучше стала любовь Добровольская из Тольятти. Победители забегов получили не только букет эмоций, но и денежные призы. Екатерина Рухтина, Семен Соснин, телекомпания «Ветта». Ничья была веселой, так комментируют спортивные эксперты. Результат матча между Пермским Амкаром и командой «Оренбург-2». Встреча завершилась с хоккейным счетом 3-3. Мнение о прошедшей игре в материале Виктора Козеева. «Оренбург-2» выставил на игру с Амкаром 8 игроков моложе 20 лет. На бумаге красно-черные были фаворитом, на поле все вышло иначе. Специальный гость матча легендарный тренер Юрий Палыч Семен, который с московским локомотивом становился чемпионом России и обыгрывал в Еврокубках Мадридский Реал, еще перед матчем предупреждал об опасности контратак Оренбурга. И как в воду глядел, первые два гола Оренбург забил после неуверенной игры голкипера Амкара Платона Захарчука, а третий красно-черный пропустили после контратаки. На это пермики ответили курьезным голом под Бельцево и пенальти от Маркелова. К перерыву Амкар уступал 2-3, а Юрий Палыч устроил небольшой экзамен для полузащитника Амкара Наиля Замалеева во время флэш-интервью. Наиль, добрый день. Что нужно сделать, чтобы исправить ситуацию первого тайма? Добрый день, Юрий Палыч. Что нужно сделать? Ну, я думаю, что нам надо немножко успокоиться, потому что мы пропустили два быстрых гола. Вроде отыграли первый мяч, эмоции понеслись вперед. Забивать второй, третий и, к сожалению, пропустили с контратаки мяч. Во втором тайме под Бельцев счет сравнял, буквально затолкав мяч в ворота. Но забить победный мяч Амкар так и не сумел, хотя создал немало моментов у ворот Оренбурга. Похоже, удручены ничьей с аутсайдером лиги были все – болельщики, игроки и тренерский штаб. Я ребятам говорил, что Оренбург-2 – одна из играющих команд. Она еще много... И в том году они нас обыграли на выезде. Тренерский штаб делает все возможное. У нас плохая игра, вот скажите. 3-3. И это как раз тот самый случай, когда веселой ничьей все бы предпочли скучную победу со счетом 1-0. Амкар остается на четвертом месте, а следующие две игры проведет в гостях. Виктор Козеев, телекомпания «Ветта». Далее наш эфир продолжит программа «Эх, дороги». У программы свой отдельный телеграм-канал, QR-код, чтобы было легче его найти. Сейчас на ваших экранах в телеграм-канале «Эх, дороги» идет очередной розыгрыш призов среди подписчиков. На этот раз среди подписчиков будет разыграна топливная карта. Присоединяйтесь. Спасибо, что провели это время с телекомпанией «Ветта». Я Антон Шибанов. На этом с вами прощаюсь. Всего хорошего, приятного вечера.